Светлый вечер на Радио Вера Добрый светлый вечер, дорогие друзья, в студии Радио Вера Марина Борисова и наш сегодняшний гость священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. Добрый вечер, отец Константин. Добрый вечер. Вот мы стремительно приближаемся к Великому посту, причем мы как-то это совершенно еще не заметили. Мы, конечно, слышали неоднократно и читали, что подготовка к Великому посту занимает 4 воскресенья и 3 недели, но почти никто как-то не осознал, что на самом деле, если внимательно почитать, что об этом написано, у духовных писателей, подготовка начинается с воскресенья, где читается отрывок из Евангелия, посвященный Мэттерю Закхею. На самом деле описывается достаточно комичный эпизод. Если перевести это на современные реалии, ну такой вот плотненький, низенький чиновник, хорошо известный местным жителям, вдруг настолько захотел увидеть спасителя, что, наплевав на то, как это выглядит в глазах окружающих, полез на дерево. Если представить это в виде какого-то сюжета для фильма Чарли Чаплина, то вполне ложится. Почему к такому серьезному и вдумчивому занятию, как проведение Великого поста, нас церковь начинает готовить именно с этого почти анекдоты? Ну, наверное, Господь всегда хотел в простоте показать именно свой приход, человеческую душу. Не зря же, наверное, святые отцы говорят, что где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. И в примере Захея мы здесь можем увидеть желание приблизиться к этой простоте и чистоте. Мы даже, вот если перевести на сегодняшнюю реалью, ну, представьте, какой налоговик или начальник налоговой за систему залезет на дерево, чтобы увидеть, ну, не знаю, естественно, тогда он еще не понимал, что это Господь, он принимал, что это один, как часто Господа назвали, один из пророков, но чтобы увидеть. Но почему? Самый главный момент у него была потребность наполнить свою душу вот этой любовью. Потому что ведь мытари, они прям ассоциировались с тире грешник. И хотелось как минимум этому человеку утешения, потому что профессионально он выполнял свои обязанности от безысходности, собирал налоги, то есть он как бы в системе налоговой службы был, судебных приставов, то есть вот такой юридического плана. Но его это не тяготило. Как зачастую мы много знаем людей, которые много имеют денег, но в итоге они все равно приходят в храм, потому что им это временная радость дает. А вот именно духовную наполняет Господь. Поэтому Господь и показывает, что я приму любого, вне зависимости кем ты, чем и с кем ты. Ну вот как-то мы готовы чисто теоретически воспринять, что Господь принимает сирых и убогих, там, бородяг, бомжей, каких-то людей, явно порочных в наших глазах. А вот когда речь идет о верующих, благополучных с нашей точки зрения в социальном смысле людях, мы как-то сильно сомневаемся. А тут ведь посмотрите, как интересно. Тут Господь, во-первых, его заметил, что было удивительно, потому что народу было так много, что он-то сам, чтобы увидеть, должен был на дерево залезть. И, кроме того, сразу же сказал, что придет к нему в дом. И более того, в результате обещал, что вот этот душевный порыв одного Закхея в результате спасет всех его близких. То есть какое-то немереное количество даров за, в общем, какой-то, ну, ипотажный поступок, скажем. Ну, там очень глубокий же смысл. Там не просто, что он залез на дерево. Во-первых, если мы визуально посмотрим хотя бы там или на картинку, или реально это дерево, это дерево, оно как бы без особой коры. Оно как лысое, и оно скользкое. По нему еще нужно попробовать залезть. Тут нужно приложить усилия. Второй момент, почему Господь его видит. Это дерево, ну, бывает разный, конечно, высот, но, тем не менее, зачастую ветки так низковатые, можно человека увидеть на них. Как бы я видел это дерево, Господь сподобил. И третий момент, когда он его призвал, он дал ему возможность соединиться со Господом в покаянии. Я объясню, в каком русле. Первый момент, вот у нас есть такое понятие метаноя, да, с греческого переводится как изменение, переменение, преображение, да, что мы в течение поста сугубо и будем стараться делать, чтобы прийти ко Господу. И вот когда Захей слазит, что он ему говорит? Захей, по части слезет, то сейчас же слазит. В твоем доме мне надо быть сегодня. Он слазит, и что получается? Господь его увидел, его сердце уже, для чего он туда залазил, на это дерево, уже наполняется, то есть авансом, любовью. И что мы здесь слышим? Это очень важный момент. Если кого обидел, вернусь четверицу. Что значит четверицу? То есть это признание, что в те времена зачастую, если ты у кого-то что-то украл несправедливо, ты обязан бы в четыре раза вернуть. То есть он перед всеми приносит общее покаяние. Он признает, что он в этом грешен, потому что он уже не может в себе грех таить. Он уже его даже озвучивает. И вроде бы комичность перерастает в духовный рост. И Господь говорит, да, сегодня я буду с тобой. Ну вот, мы благополучно, многие из нас пропустили, мимо собственного внимания, то, что в прошлое воскресенье вспоминали историю Закхея Матаря. А теперь мы приближаемся уже к тому воскресенью, про которое все знают, когда будут читать притчу о мытрии фарисеи. И, в общем, каждый год мы слышим проповеди на эту тему и читаем толкование, каждый год мы соглашаемся. И когда проходит Великий пост, благополучно забываем, о чем мы, собственно, думали в преддверии Великого поста. Почему с такой настойчивостью вот уже тысячи лет нам каждый год напоминают эту притчу? Ну, у нас, скажем так, мы иногда забываем о чем вообще вчера, что было с нами, скажем так, потому что прожили день, и слава Богу, как некоторые говорят, не сделав хороших выводов. Я думаю, вы со мной согласитесь, что иногда мы даже не сегодня, а завтра живем, а когда проживаем всю жизнь, смотрим за свою спину, думаем, а жили ли мы сегодня вообще, только завтра. Но если все-таки вернуться к вашему вопросу, тут опять-таки противоположность. Господь не зря же порой и фарисеев обличал, и сугубо здесь мытаря подчеркивает, то есть сокрушение сердца, потому что начинаются подготовительные недели к Великому посту, и они уже нас готовят, готовят, с чем мы должны начинать, для чего мы будем его соблюдать, ведь это как вот эти и подготовительные, и сам пост, если очень символично так привести, вот мы очень лялечек любим, деточек, да, и вот для нас прийти с улицы, с огорода, взять в руки лялечку, ну абсурдно, так и здесь, вот эти подготовительные, и сам пост, для нас как бы как умыть руки, дабы принять светло Христово воскресение. И вот здесь начинается вот этот пример, готов ты умыть, или ты готов корону на себя одеть, что ты уже умытый, поэтому вот это противоположность. Ведь кто такие по большому счету были фарисеи? Фарисеи, это религиозное общество, патриотическое, в большей степени, которые опирались и внешне, и нравственном образе на Тору, то есть на вот закон Божий. И почему зачастую Христос их обличал? Не будете как фарисеи, потому что они внешне делают, а внутренне как медь звенящая. То есть, и даже вот часто задают вопрос, батюшка, ну, сказано же, не называйте никого отцами, только сам же Господь сказал. Но вот опять-таки, может быть, для наших слушателей, которые задаются этим порой вопросом, именно Господь о конкретных людях говорил, а не вообще о всех, что называйте отцами. Вот именно Он о них в тот момент конкретно говорил, что не называйте отцами, потому что, посмотрите, они не соответствуют именно такому высокому наименованию, потому что отец, который не только живёт, он и тебе помогает так жить, а они не соответствуют, потому что зачастую Господь их и обличал, ну, и с другими такими символами сравнивал. А вот мытарь, он здесь явно, он бьёт себя в грудь, он даже не смеет зайти глубже в храм, он стоит с окраины, как мы порой, понимая свое какое-то вот такое недостоинство, мы знаем, что Господь нас любит, мы знаем, что Он покрыть может любовить наш грех, и мы надеемся, как некоторые говорят, я, может, не саму мраю, ну, хотя бы с краешку его, я и на то согласен, так и вот мытарь, он с краешку, и он бьёт себя в грудь, Господь, помилуй меня грешно, он осознаёт свою жизнь, но не теряет надежду, он пришёл с верою. Знаете, порой приходится сейчас слышать, что поменялся вектор, у нас гораздо больше людей, которые с гордостью говорят, хорошо, что я не фарисей. То есть, собственно, отчего нас предостерегает эта притча, просто поменялись названия. Человек, который не ходит в храм, не может как-то найти себя в церковной жизни или встроить церковную жизнь в свой ежедневный поток событий и дел, он приходит и говорит, вот, а я как мытарь. И он гордится этим, хотя всё наоборот, мытарь — это символ смирения в данной притче. Вот что нам со своими головами сделать, чтобы всё опять встало на свои места? Ну, мы с вами понимаем, что здесь самооправдание. По большому счёту, есть такая категория людей, у которых две крайности. Или я начинаю поститься, как сугубо скет, водичка и просвора в лучшем случае, и не получается. К сожалению, это потому, что ещё нету серьёзного духовного опыта, и он ломается и начинает потом себя корить, да какую я вообще тогда не буду поститься, впадает в другую крайность. Так и вот такие, что я лучше буду минимально, чем совсем. Ну, хорошо, мои дорогие, давайте тогда детей не будем в школу отдавать. Но мы же должны ходать, потому что институты, они уже не поступят, потому что если не будет базы школы, так и здесь. Хорошо, ты осознаёшь, что ты хочешь пока быть, да, в уровне вот этого мытаря, но это же не предел. Есть же определён духовный рост, тем более с сегодняшней возможностью, когда в храмах есть и библейские кружки изучения Священного Писания, и воскресная школа для взрослых, из-за деточка оно-то зачастую всегда было. Плюс у нас масса замечательных медиаресурсов, радиовера, другие телеканалы, интернет, батюшки-блогеры. То есть ты можешь даже лично списаться или встретиться. То есть сегодня нету такого выражения, как на свое время при советской власти не разрешали ходить. Сегодня всё открыто. Говорят, ну, особенно когда, ну, если позволите, чуть-чуть стороночку, когда взрослые люди говорят, ну, батюшка, было такое время, что не разрешали. Я говорю, хорошо, было, мои дорогие, но после 90-х годов, как минимум 20 лет прошло, это целое поколение. И вы говорите мне, что за 20 лет вы ни разу не могли что-то для духовного своего роста приобрести. Поэтому здесь две крайности. Или самооправдание, или второй вариант, чуть-чуть не получилось и боюсь идти дальше. Но бояться не нужно. Господь-то, ты же Господу идёшь, а Он тебя в любом случае, как Петра, поддержит. Главное, не сомневайся, тогда ты не будешь тонуть, как Пётр. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, проводит с нами этот светлый вечер. И мы говорим о подготовительных неделях к Великому посту. Отец Константин, вот, казалось бы, нас эти подготовительные недели готовят к тому, что нам придётся воздерживаться, в том числе и в пище. А почему подготовка начинается с того, что пост в среду и пятницу отменяется на первой подготовительной неделе? Ну, во-первых, можно сказать, здесь где-то такое маленькое, но послабление. Сплошная седмица, да? Эта седмица даёт нам... Ведь, смотрите, первая сплошная седмица, а потом у нас начнутся уже другие недели, да? О блудном сыне, там уже о страшном суде и последнее уже изгнание Адама из рая, с Евой, после грехопадения. И те уже недели у нас, постепенно нас, даже насколько православная церковь в совокупе с веками из сугубой любви к человеку, как к живому организму церкви, она, ну, нельзя, наверное, сказать, подстраивалась, а помогала, помогала, учитывая в том числе немощи, войти в это русло поста. Ведь пост — это не воздержание, в первую очередь, пищи. Это, можно сказать, ну, вот мы в пост не можем кушать мясо, к примеру. Я сейчас и так, и так скажу. И человек понимает, что если он съест кусок мяса, он согрешит. То есть кусок мяса для него является как видимый грех. Но мы в то же самое время знаем, что в пост не постятся, допустим, военнослужащие, потому что они должны в боевые готовности, дети, которые учатся, беременны, и далее, и далее, там по немощи какой-то, в том числе. Почему? Потому что здесь и в том числе и организм должен к этому подойти. То есть всегда и в том числе я придерживаю тех критериев, чтобы у нас не было религиозной фанатизму. Вот поэтому и в совокупе здесь мы тоже самое видим. Постепенно, аккуратненько и Богу угодно. Ну вот мы подходим к воскресенью, когда читается притча о блудном сыне. Тоже очень много проповедей, много толкований. Каждый год об этом говорится. И, в принципе, если каждого, наверное, человека, который ходит в церковь регулярно, спросить, о чем это, он, наверное, худо-бедно объяснит. Но вот ведь удивительная вещь. И мы говорим о том, что нам необходим отец. Мы даже когда уходим от него, мы хотим к нему вернуться. И рано или поздно в любом состоянии мы все-таки к нему придем, и Бог даст, вот как-то снова с ним соединимся. Но в то же время сейчас очень много говорится о том, что христианство — это свобода. Свобода — это, значит, я решаю сам. То есть практически мы хотим той жизни, которую потребовал для себя младший сын, когда уходил. То есть, казалось бы, мы должны стремиться к другому. И как увязать это с нашим таким повышенным стремлением освободиться от всех, как мы считаем, пут, которые мешают нам самореализоваться, в том числе и в нашей вере? Ну, опять-таки, современное воспринятие свободы, оно немножко, ну, если можно выразиться, деградировало. Потому что сегодня свобода равна самолюбию, гордыне, как я хочу. это очень чревато и духовными, и в том числе жизненными, в первую очередь, наверное, ошибками и такими ранами. Вот давайте разберем термин раб Божий. Вот мы с вами ощущаем, что мы рабы Божии. Мы испытываем какой-то на фоне этого страх, комплекс, мы испытываем какое-то вот такое необузданное, непонятное состояние. Я думаю, нет. Мы единственное, когда подходим к исповеди, именно вот встреча в этом покаянии перед Богом, мы можем немножко распереживаться, что что-то я вспомню, или что-то я забуду, то есть немножко такое волнение. Но даже в стоянной исповеди мы не ощущаем какой-то животный страх. Потому что мы понимаем, наоборот, сейчас я еще более стану свободным. Свобода именно в Господе, а не в каких-то оковах. Когда я понимаю, что я раб Божий, и только Господь может меня освободить от рабства греха, которое меня гложет, допустим, ну давайте с потолка, да, возьмем пример какой-нибудь. Допустим, муж изменил своей супруге по слабости, или там выпил, он приходит осознание, трезвение, что происходит у него. Если это нормально, допустим, к сожалению, после оступился, ему стыдно, он не знает, как признаться, он в смятении. но в любом случае, чем дольше это все затягивается, тем больше он начинает входить в определенный такой, даже не только печаль, а уныние. Это начинает его сводить с ума, потому что один грех породил еще больше греха. Но насколько ему станет легче, даже понимая, какие последствия будут, когда он признается в этом. Может быть, надежь, надежда, простит его, к примеру, супруга, как Господь нас, вопреки нашим каким-то грехам, прощает и ждет постоянно. Ведь он сам сказал, что о едином, то есть о одном грешнике, кающемся, радуются небеса. Но второй идол нашего времени, помимо свободы, это справедливость. И тут камнем преткновения в притче о блудном сыне становится история старшего брата. То есть, с одной стороны, все, что касается истории ухода и возвращения младшего, как-то более-менее укладывается в голове. Ну, так обидно за старшего. Ну, что ж, действительно, он никуда не уходил, он все труды вместе с отцом нес. И вот никакого-то утешения. И почему, собственно говоря, и он и в притче тоже возмущается, ну, как же так? А и мы, читая эту притчу, тоже думаем, ну, действительно, а как же так? А где же справедливость? Вопрос хороший. Понимаете, если мы вспомним уже концовку этого, что отец говорит старшему сыну, твой брат был мертв и воскрес, и все мое твое, то есть сказать, что в чем-то он его ограничил или что-то он не додаст, он нет. Он говорит, все мое, твое. Так же, как он изначально первую часть отдал сыну, и не сказал, что ты знаешь, ты еще не заслужил, ты не заработал, вот старший твой брат, он заслужил, потому что он с утра до вечера. Но здесь отец, как же и Господь, примерно, символично, отдает нам все, не ограничивая и не ущемляя, сохраняя нашу свободу. И даже вот в первые такие времена апологетические язычники, наверняка вы, наверное, слышали эту историю, задавали вопрос, а может ли Господь сотворить такой камень, который не сможет сам поднять, да? И мы знаем, что Господь вразумил наших апологетов, защитников веры, найти этот ответ. Да, может, он сотворил. Это человек, он мог сотворить, но не может поднять, потому что не может лишить свободы выбора. Потому что если лишать, значит, мы не свободны, мы роботы. А Господь хочет, чтобы ты в любви жил, в первую очередь, с Богом, и уже остальными близкими, и в том числе добродетелем, а не как на цепи. Животное, сидящее на цепи, и постоянно чувствуя свой страх, она укусит, она не защитит тебя. Так и здесь, если свобода в спокойствии души, я хочу такую свободу. А если я постоянно в гнете каком-то, вот давайте даже поста возьмем, параллельно. Я сталкивался с такими случаями, когда начальник завода заставил всех своих почерных поститься, а он лишает их свободы, он говорит, вам будет премия, ну, там, незначительно буквально, но в то же самое время, а если я не хочу, я даже не хочу этой премии, но он, это, там люди говорят, вот я не хочу, допустим, этой премии, я лучше буду есть, наверное, чтобы себя физически нормально чувствовать, а он начинает давить, а вот это уже не свобода, хотя вроде намерение его благое, что все попастились в пост, но вот это уже минус. Ирей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова, мы прервемся буквально на минуту и тут же к вам вернемся, не переключайтесь. Светлый вечер на радио Вера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова